По поводу вчерашних мероприятий и по поводу видеоролика Михаила Светлова и Константина Сёмина. На самом деле, либертарианство и коммунизм, Михаил Светлов, он как лидер либертарианцев, а Константин Сёмин как яркий представитель социалистического подхода, коммунистического подхода. Эти два подхода на самом деле друг другу не противоречат, если исходить из применения новых технологий. Технологии, которые использовались в 20 веке, то есть совок, когда создавалось советское хозяйство, советская система управления, бюрократическая, это понятно, что очень далеко от идеала, и на самом деле никаких советов не было, была власть номенклатуры. Хотя, в общем-то, от верхнего до нижнего уровня была возможность перемещения вертикального. Сейчас с этим сложнее. Ну, плюс ещё кадры, потому что дискредитация. Ну, когда во власти воры мало кому. Нормальному человеку хочется ассоциировать себя с ворами. Вот, собственно, поэтому там и идёт речь о смене власти. По поводу вчерашних событий, посмотрел, вот, выглядит, как такие мальчики для битья. То есть, завели уголовное дело. Под это уголовное дело сейчас будут грести всех неугодных. Всех, кого найдут, изымать имущество. Вот, люди, понятно, это недовольство, да, возникает. Экономическая ситуация потихонечку ухудшается. Воры как сидели там на своих тронах, так и сидят. Вот, то есть, в принципе, ничего не меняется. Власть исходит из мыслей о том, что есть враг. Есть какой-то внешний враг, который управляет и делает сейчас цветную революцию. У них нету в мыслях, похоже, что людям действительно надоело всё это воровство. И что, в первую очередь, надо навести порядок в среде чиновников, слуг народа, да, которые, ну, как бы зачастую просто оборзели. Собственно, я думаю, что это уже известно многим. Простые люди, которые военнослужащие, которые на предприятиях работают, оборонки и так далее, которые, ну, там, планктон, да, офисный планктон, корпоративный и государственный, эти люди им, по большей части, вообще по барабану, кто там во власти, они даже и не знают. И рыпаться они не будут никогда. У нас сейчас больше 60% ВВП – это госзаказы. И те предприятия, которые получают, там, ещё процентов 20, это ассоциированные с государством компании. Они не будут рыпаться. То есть вот 80% экономики сосредоточено в руках государства. В руках, там, малого бизнеса не более 17%. Кто будет менять систему? Вот, по моим наблюдениям, выходят на улицы студенты – это те, кто за своё будущее беспокоятся. И выходят старики, кто беспокоятся за будущее своих внуков. А те, кто работают, они, по большей части, либо репортеры, они очень активно освещают всё, либо, ну, стоят в сторонке, потому что боятся. Ну, это естественно. То есть никто не хочет терять свой доход, когда он есть. Вот когда его не будет, вот тогда терять будет нечего. Но я думаю, что экономика не будет снижаться катастрофически быстро. Хотя, если бочка нефти упадёт до 30 долларов, а то и ниже, так, на полгода или на год, тогда многие потеряют доход. Так или иначе. Сейчас идут призывы о том, чтобы сменить, там, одну власть на другую власть. Ну, то есть сменить фамилии. Скорее всего, это ничего не поменяет. На мой взгляд, необходимо смотреть вот Сёмина, Константина Сёмина. Он очень интересно рассказывает. Однако он ничего не говорит про новые технологии. И вот здесь вот, мне кажется, очень важно брать и теоретическую базу классиков с 19 века. То есть всё это старое. Ну, в общем-то, психология людей нисколько не поменялась. Но учитывать то, что сейчас современные и средства коммуникации, которые гораздо более быстрые и дешевле, и IT-технологии, которые позволяют во многом автоматизировать принятие решений, то, что раньше требовало вертикали власти по пирамиде, да, вот эта бюрократия, она была необходима для управления. Сейчас можно всё то же самое создавать с помощью, там, liquid democracy или, там, в общем, быстрых методов голосования, когда чуть ли не по каждому вопросу можно проводить референдум. Понятно, что люди, там, 150 миллионов, они вряд ли смогут принять решение по какому-то, там, вопросу, да, и, там, десятки вопросов в день решать. Ну, скажем, на уровне своего двора или, там, подъезда каждый может принять решение. Ну, а дальше действует делегативное. То есть, в принципе, можно применить метод, то, что называется liquid democracy, когда есть представитель на более высоких уровнях, но это, по сути, то же самое, что принцип советов и то же самое, что копное право. То есть, когда люди собираются, выбирают себе представителя или парочку представителей и делегируют их наверх. Ну, и так, несколько уровней. В моей модели семь уровней. Вот. Значит, технологии, которые позволяют это делать прозрачно и неуправляемо из единого центра, это, понятно, что блокчейн. Понятно, что блокчейн работает с экономическим мотиватором, то есть, это экономическая платформа, с криптовалютой. Без криптовалюты никакого блокчейна не существует. Скорее всего, сейчас будет в ближайшие года-два естественный транзит власти. Ну, то есть, старики уходят, на их место приходят более молодые, прогрессивные. И, скорее всего, я думаю, особо ничего не поменяется. Если, значит, ситуация будет оставаться точно такой же, то есть, управление, воровство, да, будет оставаться таким же, просто будут меняться фамилии с одной на другую, ну, как это и на Украине было, да, там, или, как там, в Украине, вот, то, скорее всего, люди начнут дальше думать и, может быть, начнут, собственно, и развивать технологии перехода на стаблкоины, то есть, отказ от центральных фидуциарных, фиатных денег, да, с переходом в серую зону. У нас и так серая зона, по разным оценкам, 25% ВВП, да. Ну, а будет, допустим, 50%. В принципе, я считаю, что это возможно. Создание стаблкоинов – это вопрос консенсуса, большого консенсуса между людьми. Пока его не видно. Пока видно только централизованные стаблкоины. А реально хорошие, нормальные, децентрализованные стаблкоины пока, большей части, в экспериментальном виде, в эксперименте. Я думаю, что в ближайшие лет 5 будет постепенно технологии проникать и в массы, и у каждого там и интернет появится, и телефоны, гаджеты, и научиться ими пользоваться. И выстроится постепенно цепочка доверия, где люди смогут создавать локальные свои валюты, маленькие, ну, там, на уровне предприятия. Это просто выгодно. Скажем, внутреннюю валюту на предприятии, за которые можно приобретать разные плюшки. Ну, премии. Там, не знаю, гаджеты, телефоны, ноутбуки, там, ДМС и так далее, и так далее. И оплачивать это с юрлица. Юрлицу выгодно как можно больше оплачивать с юрика, вместо того, чтобы выводить это в кэш, платить за это, там, 16-20%, а то и 25%. Вот. И скидывать туда же НДС. Это просто выгодно. Ну, а дальше внутреннюю валюту, которая мотивирует сотрудников. Такое поощрение, естественно, делать не особо публично. И, в общем-то, это не денежное вознаграждение. И, там, до 20%, насколько я помню, натурпродуктам можно выдавать, то есть, всякими такими плюшками, вот, без учета налогов. Так что, это позволительно. Вот эти стаблкоины, ну, или внутренние валюты предприятия, постепенно можно будет ими обмениваться. И формировать портфели. И делать индексы портфелей. И эти индексы, они как раз станут надежными, стабильными валютами. Здесь важны договоренности между владельцами предприятий которые выпускают эти стаблкоины, внутренние свои стаблкоины, обеспеченные своим добрым именем, своим предприятием. Ну, то есть, активами. То есть, какие-то плюшки. Понятно, что эти плюшки даются только работникам предприятий, но, тем не менее, есть ликвидность, есть спрос, и так далее, и так далее. Можно выводить во внешний рынок, когда привязывать к скидкам на товары. То есть, когда вы приходите с нашими стаблкоинами, с нашими купонами, мы вам даем скидку. Если вы приходите без, мы вам скидку не даем. Ну, система лояльности. Это и выгодно и предприятиям, выгодно и покупателям. И в целом это создает новую, альтернативную экономическую систему. Сначала это будут маленькие скидки, ну, там, 10%. Постепенно это может увеличиваться и доходить там до 50%, например. Почему бы и нет? Понятно, что налоги будут платиться с минимальной стоимости на рынке. Но при этом можно находить эту минимальную стоимость, да, там, где сколько продается. Ну, ладно, так или иначе. Получается некая альтернативная экономика. И вот когда эта альтернативная экономика начинает быть достаточно большой и сильной, то дальше можно нанимать силовиков. То есть, ну, просто приходите и объясняйте. Вот вы сейчас получаете деньги из центрального государственного кармана, да, бюджета. При этом вы защищаете воров. Вот зачем вам это надо? Вы грех на душу берете и вообще как бы против народа идете. То есть, зачем? Давайте вы будете защищать народ, будете защищать производителей, предпринимателей и за это будете получать вознаграждение. Будете вы получать вознаграждение в тех стаблкоинах, которые можно обвинять на продукты, товары различные. Так или иначе, блага. Я думаю, что жены, правоохранители, они с удовольствием с купонами, со скидками там разберутся. И так разбираются. То есть, так или иначе, все хотят жить так, чтобы было побольше ресурсов, было поменьше всевозможных этих всяких волнений, вот, чтобы дети росли спокойно, чтобы была стабильность, чтобы было будущее. А существующее правительство, я там будущего никакого особо не вижу. То есть, ну, типа, воровать больше, воровать лучше, да, там, скрывать лучше, там, свое воровство. Ну, не знаю, там, мне кажется, путь в никуда. Все-таки, если говорить про Семина, то социализм, это как раз тот путь, который вместо капитализма придет, вместо капитализма. Сейчас, да, живем при капитализме, действуем капиталистическими методами, методами принуждения. Ну, мне кажется, что это изменится. То есть, все-таки, я за совместное владение средствами производства, и в том числе, вовлечение и правоохранительных в обеспечение безопасности средств производства и производства. Ну, вот на этом все. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова